Приветствую вас, дамы и господа. Вот мне хотелось бы рассмотреть какие-то фрагменты из журнала Economist. Здесь в нижней правой части Гитара представлена. И также фондовый рынок, индексы Южная Америка, Австралия, почему-то. То есть какие-то поставки, цепь поставок. Вот. Мне очень интересно, а здесь США и непосредственно зона блокчейна либо искусственного интеллекта. Давайте посмотрим, что нам намекает зона блокчейна и искусственного интеллекта. Зона блокчейна. Что нам предлагает? И что он подразумевает? Это ребус. Ребус. Откроем. Вы знаете, что самое интересное? Здесь выпала пятерка Пентакли. Юстиция справедливости. Какие-то законы от императора. И очень быстро. Тут будут какие-то в США какие-то законодательные эти меры принятые, которые, в общем-то, не приведут к какому-то профиту. Но в любом случае здесь под-то указан на пятерке. Они идут мимо окна с Пентакли, с монетами. Вот так вот у меня это расшифровывается. Кто-то вообще-то говорит, что это будет рост, вообще все будет перекладываться туда. А здесь вот Пентакли. Давайте посмотрим, что нам все-таки вскроем наши арканы. Что нам предложит император? Надежды какие-то. А что будет по юстиции? По юстиции будет вот пятерка первого победы. И много очень иллюзий по блокчейну и искусственному интеллекту. Ну, статично у нас станет статичный блокчейн и искусственный интеллект. Так. А здесь вот это вот мы вот это вот расшифровали зону. Вот эту зону где я посмотрю. Не факт. Давайте посмотрим индексы. Индексы. Индекс доллара и иена там. Ну, такая весюда картина. Угу. Это кто, кто хотят увидеть непосредственно те, кто рисовал эту картинку. Вот они, что хотят. Это их желание. А наши желания не совпадают. Так, давайте посмотрим по индексу. То есть, если индексы будут падать, значит, будет перекладка это металла, в драгметалла и, возможно, в цифровые активы. По индексу. Ну, очень много тайн. Сразу две. Это еще тяжелый груз будет оборонять свою, то есть, индекс доллара и очень тяжелый груз и охрана своих рубежей. Тут будут бороться. Активное действие. И все-таки будет разбитое сердце и будут долго ждать, когда он подрастет. По луне вот это вот открылось. Луна приведет, луна, тайный обман приведет к каким-то расстройствам из-за долгого ожидания роста индекса. Давайте посмотрим здесь электромобили. Китайская экономика очень интересно представлена. электромобили и что еще там? Везде почему-то я вот вижу вот это вот, то, что это мозг, что ли. Из нее мозг. Похоже на мозг. И здесь мозг. Это значит искусственный интеллект. Электромобили, искусственный интеллект. Угу. И здесь солнечная, то есть, изоленая энергетика с Байденом, да? Угу. Так. Будет ли, допустим, Южная Америка, Венесуэла, да? Король Петакли вывалился. Так, значит, Венесуэла это нефть, да? Ага. Южная Америка нефть. Почему-то Австралия. Ладно, Австралия. Давайте Южная Америка что там будет. По нефти. О, видите, пятерка. Ну что-то какое-то разорение, нищета нефти. А еще у меня был такой трансформации смерти, мир соглашается. Это был такой ролик, где там указывал пирс прямо на вооруженный конфликт, что ли, в Южная Америка. В лучшем берегам есть. Будет ли там какой-то конфликт связанный с нефтедобытчиками. Да, старшный суд, что по суду будет держать свои активы в каким-то лучшем берегам и разрушения. Король мечей и за денег будут вот эти вот все и какие-то расстройства и первая победа. Возможно, да, там что-то будет происходить на объективном рынке. С башней, с серьезными разрушениями. Так, давайте посмотрим еще такой вопрос. А что, почему Австралия там была-то? Австралия золота много. Золотишко там есть и какие-то эти ресурсы есть. В Австралии что будет? Какая сфера? Ух ты! Какие-то расстройства из мечевого этого, из какой-то идеи. В чем будет идея? Какое-то волшебство. Но она будет как какая-то обособленная страна и тоже какие-то финансовые убытки. Что-то в Австралии будет. Возможно, по финансам. Но она будет предвидителем большими деньгами. Пусть там как что-то в экономике, несмотря на она как бы отдельная страна с какими-то разрушениями, потом экономика все-таки поднимется и будет рулить всем этим королем этих монет. Монет. Земля. Монета земля, да? С чем связано? С матерью землями. С императрицей. Тут какие-то там в недрах, что ли, эти процессы, которые приведут сначала к разрушению, может быть, к исчерпанию земли, но потом к победе. Ладно. Вот такие вот вопросы, такие ответы. Больше у меня вопросов, в общем-то, какого-то места нету. Нет. Ну, политически я не хочу принципиально задавать вопросы по поводу выборов «Голуби мира», «Ракета». И здесь в России показано, что «Голубь мира», «Ракета» и «Трамп». Что это вообще обозначает? «Голубь мира», «Ракета» и «Трамп». То ли туда, то ли сюда. Деньги. Тайна. Тайна, обман, окончание цикла, связанное состояние, какая-то усталость уже от всего. Ну да, усталость, какая-то усталость уже, в общем-то. Ну так оно все. Плюс, какой-то, это, ну, не особо такая она. Да, слезы, болезни, слезы, колесо, удачи, куда повернется. Легал. И очень быстро. Вот так вот все это, усталость, все это, и прочее. Новый цикл как будет. То есть, все это тайна еще. По тайне что? Новый цикл, связанный с состоянием, усталость, ну, какое-то такое все, ни о чем. С каким-то переживанием, с колесом удачи, который приведет к получению каких-то денежных этих дел. То есть, деньги большие. И все это быстро произойдет. Так. Вот, значит, город какой. Что еще здесь? Здесь можно посмотреть, посмотреть. Здесь космическая ракета, а здесь просто ракета. И потом похоже то, что украинский ядерный реактор и женщины. Мужчины и женщины, они, в общем-то, отвернулись друг от друга. Так, что это означает? Ну, что, как-то, пока. Усталость, связанные состояния, опять эти деньги. Какая-то работа, окончание цикла, опять денежный, пентаклиный. Был шипс, вот она женщина какая-то, вовшиваться. И много очень алюзий. Какие-то известии я попожу. Борьба. Угу. Опять. Трансформация. Ну, какая-то трансформация произойдет. В семье. Угу. Опять огненный этот, рыцарь. И отшельничество какое-то. И пятерка. Ну, непонятная какая-то ситуация. Я не знаю, что там производство или будет. Так, вот эта усталость от связанного состояния по деньгам. Потом все-таки хорошая работа. Окончание цикла с получением какой-то небольшой прибыли. Волшебница, которая будет вводить большие иллюзии. Вот женщина будет большие иллюзии. Известия. Опять-таки, бойня. Опять известия. Были приятные. Какая-то трансформация во многих семьях. И здесь по рыцарю огней. То есть, такое он воинственное. Отшельничество и пятерка. Монеты. То есть, какие-то убытки. Но это только лишь версия журнала иконы. Они, в любом случае, не моя. И даже никаких этих. Желаю вам всех благ. Удачи профита. Здоровья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!